Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артема Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Губернатор Флориды, республиканец Рон де Сантис оказался излишне консервативным, из-за чего вряд ли сможет победить бывшего президента США на предстоящих праймерис. При этом он считается единственным реальным конкурентом Дональда Трампа. Официально Рон де Сантис объявил о своем выдвижении в президенты на прошлой неделе 24 мая. Произошло это во время прямого эфира в Твиттере. Сам эфир оказался провальным, постоянно зависал и прерывался. СМИ назвали выступление катастрофой, а Трамп выложил пародийный скриншот трансляции Твиттер Спейс, где вместе с Маском и де Сантисом собрались аккаунты ФБР, Джорджа Сороса, Сатаны и даже Адольфа Гитлера. Вообще-то Рон де Сантис выходец из семьи итальянских эмигрантов. Он родился 14 сентября 1978 года в штате Флорида. Его отец работал техническим специалистом, а мать медсестрой. Сам Рон учился на историка, а потом на юриста в Еле и Гарварде. В 2004 году де Сантис ушел служить на флот, где его зачислили в корпус военных прокуроров, а через два года направили в тюрьму Гаантана Монакуби. Впоследствии становится известно, что он игнорировал многие претензии узников и, к примеру, не препятствовал насильственному кормлению во время голодовки заключенных. В 2018 год конгрессмен побеждает на выборах губернатора Флориды, снижает расходы бюджета и своими действиями во время пандемии повышает приток населения в штат. Причем, несмотря на популярность де Сантиса внутри Флориды, многие его решения вызывают громкие скандалы на федеральном уровне. Во время пандемии COVID-19 он отказывается вводить в штате чрезвычайное положение, выступает против обязательного ношения масок и тотальных локдаунов. Флорида одной из первых отменяет все антиковидные ограничения. Кандидат в президенты подписывает законопроект, разрешающий учителям носить огнестрельное оружие, а в апреле 2023 разрешает жителям штата скрытое ношение пистолетов без отдельной лицензии. Одновременно во Флориде запрещают аборты сначала после 15-й недели, а затем и после 6-й. В случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровья женщинам надо подтвердить основания для аборта с помощью судебных и полицейских документов. В прошлом году парламент штата принял нашумевший закон «Не говори гей». Он запрещает работникам школ обсуждать гендерную и сексуальную идентичность учеников, а библиотекари вынуждены проверять книги и убирать те из них, на которые жалуются консервативные родители или чиновники. Еще один тяжелый кейс, с которым не справляется Десантис – разбирательство с компанией Дисней, крупнейшим работодателем штата Флорида. Сотрудники корпорации вынудили Дисней осудить закон «Не говори гей». В ответ губернатор распорядился отменить автономный статус компании, который действует с 1967 года и позволяет ей строить инфраструктуру без правительственного надзора. Вскоре выяснилось, что позиции Дисней в этом противостоянии куда сильнее. Давний договор корпорации со штатом лишал полномочий чиновников, а когда губернатор стал угрожать отелям проверками, компания подала на него в суд, обвиняя в политическом преследовании. Кроме того, Дисней объявила о сворачивании инвестиционных проектов до того момента, пока Десантис остается губернатором штата. На фоне всех этих скандалов в мае 2021 года Десантис впервые попадает в опросы по поводу возможных кандидатов в президенты от республиканской партии, получив поддержку в 8% респондентов. В феврале прошлого года в ходе опроса делегатов конференции консервативных политических действий Десантис занимает второе место, уступив только Дональду Трампу – 31 против 59%. К ноябрю 2022 года кажется, что Десантис сможет на равных бороться с Трампом за выдвижение от республиканцев, но в отличие от экс-президента, который рекордно рано объявил о своем выдвижении, Десантис действует более традиционно, фактически ведет предвыборную кампанию, но не объявляет о ней. Еще одна громкая история, связанная с кандидатом, в марте этого года он называет войну между Украиной и Россией территориальным конфликтом, участие в котором не соответствует национальным интересам США. Правда, потом он был вынужден поменять позицию из-за волны критики, но рейтинги Десантиса упали. Судя по опросам, Трамп теперь впереди с двузначным отрывом. Между тем, в эти дни Флорида готовится к тяжелому сезону ураганов. В конце прошлой недели на побережье Флорида-Киз обрушились сильные ливни с грозами. В некоторых частях округа Майами-Дейт было выпущено предупреждение о наводнении. В Твиттере появилось видео, на котором запечатлен большой водяной смерч у побережья рядом с пляжем Энн в Исламараде. Шторм продолжался несколько часов, однако национальная служба погоды не публиковала серьезных предупреждений, сообщив лишь о порывистом ветре, частых молниях, небольшом граде и, возможно, изолированном торнадо. В Мексике почти две сотни мигрантов пытались пересечь границу в кузове грузовика. Власти страны сделали заявление о том, что на контрольно-пропускном пункте в Чиапасе иммиграционные агенты услышали крики и стук изнутри автомобиля, который следовал в страну. Лица мигрантов можно было увидеть через вентиляционные отверстия в трейлере. Они стояли плотно друг к другу в кузове. Большинство из них – жители Гватемалы, а также выходцы из Сальвадора и Гондураса. 28 подростков ехали без сопровождения взрослых. Мигранты, спасающиеся от бедности и насилия в Латинской Америке, часто платят контрабандистам за то, чтобы пробраться через Мексику в Соединенные Штаты. В эти дни в Нью-Йорке проходит так называемая «Неделя флота», пожалуй, одно из самых ярких событий, посвященное морской пехоте и береговой охране США. В минувшие выходные состоялся масштабный парад кораблей, которые входят в Нью-Йоркскую гавань у моста Верозана. Тысячи гостей с экскурсиями посещают Судан, знакомятся с экспозицией Музея моря, воздуха и космоса. Более трех тысяч моряков, морских пехотинцев и представителей береговой охраны приехали в Нью-Йорк для празднования «Недели флота» в этом году. Президент Джо Байден и республиканцы в Нижней Палате Конгресса договорились, что разрешат правительству увеличить госдолг, который уже превысил астрономические 31 с лишним триллиона долларов. Решения должны еще утвердить обе палаты Конгресса, на что уйдет не менее трех дней, а детали компромисса потребуют дальнейших многомесячных переговоров даже после того, как потолок будет повышен. У нас хорошие новости. Мы со спикером Маккарти достигли двухпартийного соглашения по бюджету. И это действительно важный шаг вперед. Соглашение предотвращает возможный кризис и первый в истории нашей страны дефолт, экономический спад, опустошение пенсионных счетов, потерю миллионов рабочих мест. Соглашение также защищает ключевые приоритеты, достижения и ценности, за которые демократы в Конгрессе и я долго и упорно боролись. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что соглашение достойно американского народа. Напомню, что установленный Конгрессом потолок госдолга был достигнут еще в январе, и с тех пор американский Минфин не может увеличивать заимствование для финансирования расходов. Президент Джо Байден несколько раз встречался с республиканцами, проблема казалась настолько серьезной, что он отказался от азиатского турне. Ожидается, что палата представителей проголосует за новый законопроект уже в среду. Ко мне присоединяется консультант по инвестициям Давид Полевой. Давид, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, собственно, наконец-то законодатели и администрация Байдена договорились о потолке госдолга, с чем я поздравляю вас и всех нас, потому что мы следили за этой темой крайне тщательно. И сейчас хочется понять, на какие, собственно, уступки стороны пошли, потому что в процессе переговоров были озвучены разные позиции, в том числе сокращение каких-то социально значимых программ для малоимущих граждан. Хочется понять, финальные договоренности как отразятся на нас или, может быть, на каких-то сферах? Ну, во-первых, мы еще не знаем все детали этого договора. Мы узнаем скоро, когда это пойдет в Конгресс и в Сенат на одобрение. Но пока что вроде бы они договорились, что срок этого договоренности будет на два года. Не на пять лет, не на десять лет, как раньше думали, а именно на два года. Второе, что пока что известно, что будут для малоимущих тех, кто получает фудстемпы до 54 лет возраста, будет как бы requirement, будет их заставлять работать, чтобы получать фудстемпы, если им меньше, чем 54 года. Это одно. Второе, заморозят госрасходы на уровне 22 года и не больше. То есть не будут повышаться госрасходы с уровня 22 года. Вот это три детали пока, которые мы слышали, а остальное мы еще не знаем. Ну, то есть технически так получается, что бюджет будет остановлен на цифрах 22 года, а инфляция, которая у нас сейчас идет большими темпами, 8% там в среднем. Получается, что на эти 8% государство будет терять, ужиматься в бюджете, правильно? Ну, они будут искать, где сэкономить, чтобы войти в рамки 22 года госрасходов. Это, кстати, не включает военные расходы. Военные расходы отдельно рассматриваются. Вы сказали, что договор на два года. Что это значит? Через два года мы будем снова поднимать потолок госдолга? Будет потом опять вопрос, опять возникнет. О новом законодательстве насчет госдолга. Я правильно понимаю, что в истории это первый случай, когда администрация пошла на уступки законодателям и сократила госрасходы. Раньше ведь такого не было. Раньше, насколько я помню, законодатели и администрация всегда договаривались просто о том, чтобы поднять потолок госдолга без всяких условий. Нет, были вопросы насчет этого в 2011 году. Дело в том, что сейчас республиканцы держат большинство в Конгрессе. И поэтому они могут, свои требования возникают у них. Вот смотрите, мне тоже интересно, как это отразится сейчас на работе администрации, на работе Джо Байдена, его команды, потому что впереди у Джо Байдена еще два года, почти два года президентства. И все эти расходы были заложены в его программу, в его планы. Очевидно, что сейчас какие-то из планов будут разрушены. То есть, может быть, избиратели это не поймут, почему это произошло, но мне кажется, это важно объяснить, что какие-то из пунктов программы не будут разрешены или воплощены в жизнь только лишь потому, что не хватило бюджета, а не хватило бюджета, потому что республиканцы озвучили свою позицию, и они не хотят давать деньги. Правильно я понимаю это все? Ну, в самом деле, обе стороны как бы не получили то, что они хотели. Тогда что они хотели? Ну, во-первых, демократы не хотели никакие лимитации на госрасходы на малоимущих. Все-таки сейчас разговор идет о том, чтобы заставить работать тех, кому меньше 54 года, кто хочет получать фунт-стампы, им придется работать на госработах. Ну, очевидно, что эти люди не встретят законопроект с восторгом. Ну, они не встретят, и надеемся, что они начнут искать работу из-за этого. Это вся надежда республиканцев, что они все-таки уйдут с этих программ и начнут работать, потому что эти программы вырезают, и надежда на то, что они пойдут вообще на работу, и они не будут получать никакие лимитации. Еще раз в возрасте до 54 лет разговор идет. Мы с вами говорили о том, что дефолт может случиться уже в июне, и не только дефолт, но и финансовый кризис. Сейчас, когда эта ситуация решена уже, то мы откладываем финансовый кризис, уже можно успокоиться, ничего не будет в ближайшие недели. Ну, во-первых, госпожа Йеллен сказала, что критическая дата – это июнь 5-я. Теперь у нас есть очень пару дней, чтобы Конгресс одобрил это до 5-го июня, чтобы не было дефолта. То есть у них очень есть мало времени одобрить это предложение. Я думаю, что они его одобрят. В последнее время это все происходит в последние дни. Кстати, вот в период одобрения, как вы считаете, могут возникнуть какие-то еще вопросы или, допустим, могут ли отправить этот законопроект на пересмотр или дополнение? – Могут, но я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что сейчас обе партии потребуют… Дело в том, что это большой кризис может быть, если будет дефолт. Например, что произойдет с американским долларом, если будет дефолт. Доллар может упасть, может быть мировой кризис, потому что в долларе номинируется очень много вещей в экономике мира. Теперь, когда стороны договорились, даже если правительство объявит дефолт, ну пусть, скажем, на один день или даже на несколько часов, то это все равно отразится на финансовых рынках? Ну, я имею в виду, когда корпорации знают, что стороны так или иначе уже договорились, и сейчас это технический момент, чтобы принять законопроект? Ну, стороны договорились, но не все представители конгресса и договорились, могут быть согласны. Мы надеемся, что закон пройдет, потому что нет выхода, в общем-то. То есть тут республиканцы намного больше требовали сокращения расходов намного больше. Что касается рецессии, теперь она все еще маячит перед нами или на какое-то время она откладывается? Ну, рецессия вполне может быть. Специалисты считают, что рецессия вполне может быть. Дело в том, что экономика, она идет вверх и вниз, это нормальное явление, она идет с синусоидом. Из-за того, что государство как бы регулирует, немножко может регулировать, не до конца, но может регулировать этот экономический цикл, то у нас бывает долгий процесс этого синусоида, но однако это нормальное явление, что рецессия приходит и уходит. Но я думаю, что даже если она будет, она не будет серьезной и не будет долго длиться. Но многие предполагают, что будет небольшая рецессия. Ну, будем наблюдать, теперь перестаем наблюдать за дефолтом и будем отслеживать признаки рецессии. Давид, спасибо большое вам за то, что нашли... Что-что? Спасибо вам. Спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был консультант по инвестициям Давид Полевой, мы обсуждали поднятие потолка госдолга. Будьте здоровы. Продолжим выпуск через несколько минут, сразу после рекламы на RTN.